друзья помимо россии мы чаще всего слышим о евросоюзе сша и китае предлагаю вашему вниманию серию видео в которых мы рассмотрим что они себя представляют сравним между собой и узнаем некоторые любопытные факты вся информация взята из открытых источников цель видео исключительно познавательно-развлекательное поехали россия самая большая по площади и самая холодная страна в мире население 144 миллиона человек площадь 17 миллионов квадратных километров в россии 11 временных поясов когда житель калининграда заваривает утренний кофе и готовится выходить на работу житель камчатки уже готовит ужин дома европейский союз это экономический и политический союз 28 государств население 508 миллионов человек 24 официальных языка считается что европа представляется собой регион с максимальным культурным разнообразием на относительно небольшой территории которая составляет 4 миллиона квадратных километров америка крупнейшая экономика в мире население сша более 320 миллионов человек площадь 9 с половиной миллионов квадратных километров американская киноиндустрия и шоу-бизнес известны на весь мир климат варьируется от арктического на аляске до тропического во флориде китай коммунистическое государство в восточной азии население свыше 1 миллиарда трехсот пятидесяти миллионов человек почти каждый пятый человек в мире китаец входит в тройку крупнейших экономик мира по ввп одна из старейших цивилизаций в мире площадь китая девять с половиной миллионов квадратных километров первое видео из этой серии про города первым городом в истории достигшим населения 1 миллион человек был рим а по состоянию на 2015 год в мире зарегистрировано 349 городов с миллионным населением в россии 74 процента населения живет в городах всего в россии около 1 1100 городов 15 из них города-миллионники крупнейшие из которых москва и санкт-петербург в москве живет почти каждый десятый житель россии а вместе москва и питер так сильно притягивают людей что в них проживает больше жителей чем во всех остальных миллионниках вместе взятых самый быстрорастущий город россии на 2013 год согласно рбк краснодар особенностями городов россии является то что большая часть населения живет в многоэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением спальные районы городов очень похожи друг на друга объясняется это тем что еще во времена ссср было начато типовое строительство самым ярким примером которого являются хрущевки советские пятиэтажки которые активно строили с 59 по 85 годы и в которых до сих пор живут почти 9 миллионов россиян российские города ориентированы на пешеходов имеют хорошую инфраструктуру а также широко представлен общественный транспорт от троллейбусов до метро в евросоюзе городов с населением более миллиона жителей 18 крупнейшие из которых лондон берлин и мадрид большинство городов отлично приспособлены для велосипедистов в копенгагене например порядка 30 процентов жителей велосипедисты за ним не отстают барселона париж и берлин большинство европейских городов имеют узкие улицы так как они сформировались в результате многовекового расселения народов по старому цвету и как правило задолго до появления автомобилей особенностью европейских как и российских городов является наличие важной инфраструктуры в пешей доступности такой как продуктовые магазины кафе и прочее также отлично представлен общественный транспорт центр города обычно представляет из себя исторический культурный центр который состоит из престижной жилой недвижимости нежели сугубо деловой район как например даунтауны в американских городах жить в центре до сих пор довольно престижно и удобно в америке несмотря на то что численность в два раза больше чем в россии всего 10 городов миллионников за редкими исключениями вроде нью-йорка чикаго и сан-франциско американские города не являются пешеходными и ориентированы в первую очередь на автомобилистов не выходя из авто можно пообедать посетить банк посмотреть кино а из некоторых жилых районов пешком просто не добраться никуда начиная с 30-х годов в америке начался white flight то есть бегство белого населения в более богатые и спокойные пригородные районы из центра поэтому сегодня многие центры американских городов даунтауны остаются пустующими в нерабочее время и часто достаточно криминальные интересно транспортная составляющая городов многие хайвеи идут прямо сквозь город и вы можете выехать на трассу прямо из центра в европе и россии для такого маневра вам сначала придется выехать из самого города улицы многих городов построены параллельно и перпендикулярно друг другу образуя сетку в каждом крупном городе есть кварталы куда лучше не заезжать так называемые детства населенные национальными меньшинствами города в китае растут как грибы например город шэньчжэнь основанный всего лишь в 1979 году уже имеет население 11 миллионов человек в китае городов миллионников по разным подсчетам от 53 до 199 крупнейшим из которых является шанхай с населением 25 миллионов человек за ним следует пекин с населением 22 миллиона в планах китая создать огромный мегагород с населением более 50 миллионов объединив несколько существующих крупных городов на юге китая гуанчжоу шэньчжэнь и другие площадь такого города будет равняться площади швейцарии более 41 тысячи квадратных километров в то время как известные китайские города пользуются популярностью у туристов и по праву уникальны остальные города миллионники китая почти не содержит ничего интересного а просто массово застроены всяческими новомодными постройками и уж чрезмерно модернизированы под западный стиль а вдобавок к тому что делать там туристам практически нечего города значительно перенаселены и в некоторых случаях еще и сильно загрязнены любопытный факт если составить десятку крупнейших городов россии сша и с и китая то в ней не найдется место ни парижу не лос-анджелесу не санкт-петербургу так как китайские города занимают семь позиций из десяти а вы раньше слышали про супер мегаполисы ухань и дунгуань друзья спасибо за просмотр в следующих видео из данной серии мы узнаем еще много интересного до скорого